Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Пару недель назад несколько районов Красноярска накрыло смогом из-за лесных пожаров. Ситуация чрезвычайная. Буквально на днях Международная экологическая организация Greenpeace обратилась к Госсовету России с просьбой о помощи. По их данным, площадь сгоревших лесов уже превысила 11 миллионов гектаров. В Красноярском крае Иркутской области и частично в Бурятии из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Дымом затянуло несколько регионов страны. Смог держаться во всех крупных городах. Вся Россия в панихе. Но только не губернатор Красноярского края Александр Ус, который, похоже, и в ус не дует. Видишь ли, я осознал, что мне на все порфит. На встрече с студентами Сибирского федерального университета, одни из участников встречи спросили у губернатора, правда ли, что тушить пожары экономически нецелесообразно. На что губернатор заявил, что это, мы, обычное природное явление. И добавил, никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее. Также он сказал, что есть лишь небольшие очаги возгораний, а вся драматизация связана с задымлением. В конце он пожелал всем хорошего ветра и хорошего настроения. Желаю вам хорошего ветра. Вот в ту сторону. Желаю вам хорошего настроения. Он что издевается? Одни пользователи сети действительно находят в словах Уса здравый смысл. В их числе и экс-директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дещевых. Другие возмущены высказыванием губернатора. Ведь еще совсем недавно вокруг Уса разгорелся скандал в городе Канск, где из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда Александр Викторович спросил у жительницы. Что вы хотите мне сказать? Нет, ну просто... Права мне качнуть. Я тоже вам сейчас могу качать. Я не качаю, я спрашиваю. Что-то не ладится у губернатора с природными явлениями. Хотя часть пользователей Рунета наоборот считает, что тут все схвачено. Мол, львиная доля сибирского леса уходит в Китай. Чем и возмущены местные жители. В той стороне у нас естественно Китайцы. Это едет в Китай. Узнавал узнающих людей. Говорят в одном составе 65 минимум вагонов с лесом. Они считают, что уцелевший лес по документам окажется выжженным. И под шумок отправится в Китай. Впрочем, это лишь теория, которая не имеет под собой никаких оснований. До скорых встреч.